Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по jQuery. Мы с вами на этом уроке поработаем с модулем jQuery User Interface. Именно в этом модуле есть классный элемент, который позволяет работать с датами. То есть вы нажимаете на поле и можете спокойно в менюшке выбрать какую-нибудь дату, которая отобразится потом в этом поле. Это бывает полезно, когда вы хотите задать какой-то диапазон дат для выбора пользователя. Например, когда он хочет найти какие-то билеты на этот промежуток времени, либо выбрать какие-то даты для заселения, например, в отель. Итак, если вам нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте переключимся на рабочий стол. Переключаемся. Так, смотрите, здесь у меня уже создан файл page1.html, который я открыл в редакторе Brackets. В этом редакторе Brackets есть классный пагин emet. Смотрите, я нажимаю восклицательный знак, нажимаю тубуляцию. И плагин emet достраивает минимальную необходимую структуру html документа. Tag html, tag head, tag method, tag title, tag body. Отлично. Теперь мы с вами готовы к тому, чтобы заняться jQuery User Interface. И в этом уроке мы с вами разберем вот этот модуль. Смотрите, виджет, data picker, date picker. Вот этот виджет мы с вами и разберем. Смотрите, как классно он выглядит. Нажимаем сюда на дату и можем с вами выбрать какую-нибудь из этих дат. И она отображается здесь. Давайте мы с вами это и сделаем. Конечно, здесь вы можете на этом сайте jQuery UI.com посмотреть все эти модули, виджеты, эффекты, утилиты, даже интерактивные элементы и с ними поразбираться, конечно, самостоятельно. Сейчас мы с вами рассмотрим, как работать с date picker. Хорошо. Смотрите, здесь есть такая ссылочка ViewSource. То есть вы можете посмотреть исходный код этого кусочка виджета. Открываем. Смотрим. Здесь у нас tag head. И в tag head у нас с вами идет активация этого date picker. Вот смотрите, мы обращаемся к date picker. ID date picker, вот через решеточку. И активируем сюда эту функцию date picker. Теперь, для того, чтобы вот эта часть заработала, мы подключаем JavaScript файл jQuery и JavaScript файл jQuery User Interface. Вот jQuery верхний, а User Interface второй. Вот эти два файла подключаем. Потом подключаем стили. Вот они, эти стили. Причем этот стиль локальный, а этот верхний находится на сервере кода jQuery.com. Давайте мы это выделим. Вот это. Даже со скриптом сразу. Так. Вот так вот. Скопируем и вставим наш код после title. Вот сюда. Обратите внимание, сейчас я вам покажу, что здесь. Так, вот так выровняем. Вот в этом скрипте просто стоит два суша. Он у вас отлично отработает, если будет находиться на сервере. Если вы его запустите локально, то вот эта часть может не прогрузиться. Поэтому вот именно сюда нужно добавить HTTPS. Указать протокол доступа к этому сайту. Вот этот ресурс находится на сайте. Вот этом jQuery UI.com. Он ссылается вот этим сушом в корень ресурса. Поэтому мы просто скопируем вот эту часть сайта, название сайта с протоколом и вставим вот сюда. Сохраним. Этот скрипт находится на cdn ресурсе. И этот скрипт находится на cdn ресурсе. Теперь у нас с вами скрипты и стили загрузятся хорошо, без ошибок. Хорошо. Этот скрипт у нас с вами выполняет подключение date picker к вот этому элементу сайтищиком date picker. Смотрите. Вот он этот элемент. В тегах p у нас стоит input. Давайте мы его скопируем и сюда в body вставим. Вот так вот. Сохраним. И теперь запустим наш файл двойным нажатием. Запускаем наш файл. Открылась новая закладка. И здесь появился пункт меню date. Вот он. Если мы нажмем сюда, то мы с вами можем выбрать какую-нибудь дату. Дата у нас с вами выбралась. Хорошо. Теперь давайте мы с вами сделаем так, чтобы при выборе даты мы могли с вами, например, эту дату получить к нам в программу, в наш код. Для того, чтобы мы могли потом ее обработать, либо записать в базу данных. То есть мы выбираем любое число. И при этом событии, когда изменяется у нас значение вот этого поля, мы будем выводить, например, это число, то есть вот эту дату, в консоль. Давайте я вам покажу, как это легко и просто сделать. Возвращаемся в наш код, смотрим на него внимательно. Смотрите, вот он наш элемент. И мы к нему можем обратиться так же, как здесь. По селектору решетка date picker, по ID-шнику. Давайте так с вами и сделаем. Но обратимся к нему после этого элемента, когда он уже выявился на экран. Пишем сюда скрипт, табуляция. Внутри скрипта обращаемся к этому элементу. Через селектор пишем доллар, скобочках, кавычках, решетка и date picker, вот этот ID-шник. Обратились к этому элементу на функцию change. Пишем change. При change, в скобочках, мы будем вызывать функцию function, которая пока что ничего внутрь себя, никаких аргументов не принимает. Две фигурные скобки и точку с пятой ставим. Теперь, когда мы с вами привязались к этому элементу на событие change и вызываем вот эту функцию, давайте мы с вами будем в консоль выводить значение вот этого поля input. Для этого пишем console.log, в скобочках, точка запятой, и внутри мы с вами обратимся снова к этому элементу, копируем его и вставляем точка value, вау, две скобочки, точка запятой. Не забываем вот здесь в конце, да, сохраняем, возвращаемся на нашу страничку, нажимаем F5, выбираем какую-нибудь дату, берем правой кнопкой исследовать элемент и берем консоль. Смотрите, эта дата уже отобразилась. Давайте выберем с вами другую дату. Например, вот 22 число. Отлично, у нас с вами отобразилась эта дата тоже. То есть, только что мы с вами научились работать через jQuery с этим элементом date picker и также забирать эту дату как значение к нам в программу для дальнейшего уже исследования и выбора каких-нибудь дат в промежутке времени от и до, обрабатывая их и записывая уже в базу данных. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Ставьте лайки, комментируйте, знайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.